Дорога Дальняя Дорога Дальняя Дорога Дальняя Дорога Дальняя Дома иногда некоторые трясутся А сейчас все прочно и тишина А сейчас тихо вообще И вот это еще поставили Полицейские лежащие Вообще хорошо Это горожане быстро привыкают к обновленным дорогам А вот для сельских жителей Ровные покрытия зачастую в диковинку Как удивительно меняется лицо села Когда там отремонтирована Или построена новая дорога Здесь асфальт еще темный Только недавно положили благодаря нацпроекту Сейчас вот едем по сельскому поселению Большого Микушкина Проезжаем несколько населенных пунктов И я просто поражен От этой дороги Она ровная как скатерть От федеральной трассы М5 И практически до самого Похвестнево Ну совершенно гладкая поверхность Сделана по нацпроекту Безопасные качественные дороги Сельчане неимоверно рады Говорят, что это настоящее счастье К ним пришло такое долгожданное Протяженность трассы более 15 километров Здесь ежедневно проходит интенсивный поток автомобилей Это главная транспортная артерия Почти для третьей всего населения Исаклинского района Дорогу такую сделали только езди Позаботились о комфорте и пешеходов Свежая яркая разметка Стрелки-подсказки Четкие и понятные указатели Новые опоры освещения С улиц исчезла грязь А у жителей появился блеск в глазах Говорят, мечта сбылась В этом году у нас сбылась мечта У нас новая дорога Особенно наш тротуар Это была наша мечта Мы столько лет мечтали о нем И теперь наши дети, школьники Могут спокойно добежать до школы Не перебегая дорогу В неположенном месте Мамочки могут спокойно дойти До садика на колясках С маленькими детьми Ну и просто приятно прогуляться Во-первых, то есть безопасность Безопасность, конечно И взрослым, и детям И у нас очень много стариков Которые сами до магазина идут Это очень... Это классно Это классно, конечно Это наша мечта Многолетняя А еще здесь освещение, если включат потом Да А если свет будет, то это будет вообще Мы будем самые счастливые, наверное, в нашем районе По нацпроекту везде установлены автобусные павильоны А в селе Большое Микушкино Появилась отдельная остановка школьного автобуса С разметкой для посадки учеников И мы сейчас с вами уже ушли от дороги Мы находимся около памятника И здесь тоже, я смотрю, благоустроено Да, гордость не только наша благоустроенная дорога Но и площадка, которая находится около памятника Герой Советского Союза Василия Степановича Чекмасова Так что мы очень ждали эту дорогу И мы рады, что мы попали все-таки в этот национальный проект Безопасные дороги Мы, правда, рады Не только получается, что наше младшее, но и старшее поколение Благодаря вот этому проекту мы находимся в безопасности Ремонт сделали основательно Укрепили обочины, установили водопроводные трубы И что больше всего бросается в глаза, так это тротуар И вот едем из Большого Микушкина в Малые Микушкины И обратили внимание на такой факт, что везде тротуар То есть от одного села до другого Аккуратный тротуар, ограждение Ну, я не знаю, я первый раз такое вообще вижу Чтобы между двух сел На таком дальнем расстоянии вот такой тротуар сделан Впервые вижу Как дорога становится образцовым лицом сел Впервые видят и старожил, почетный житель района Дмитрий Антонович Етманкин Который хорошо помнит, как раньше сельчане добирались в соседние населенные пункты Я вот в 52-м году ходил в 5-й класс Большой Микушкина пешком Тут отсюда вот, прям до школы, 5 километров Ну, между селами, конечно, меньше, там два с небольшим километра Тут грязь по колено всегда Мясили, мясили, пошли трактора До тракторов все пешком ходили, вроде нормально было А как начали трактора, машины ходить, пешком ходить нельзя было Не погоду, прям грязише И мы по посадкам, по этим, вот ходили по дороге, не ходили пешком Ну, такая обстановка была Ну, и сегодня вот Вот сейчас как? Ну, обстановка совершенно другая Тут мы стоим как в городе Вот, кругом вот как посмотришь Потому что дорога, прям городская дорога Не сельская уже Настоящая дорога Вот остановки тут Вот, большое спасибо правительству, нашему губернатору Не зря говорят, не будет дороги, уйдет из села жизнь Актуально и применимо это и к понятию свое жилье Строить собственный дом сейчас не только сложно, но еще и дорого Попробуй-ка, накопи несколько миллионов Благо для улучшения условий жизни сельчан Работает областная госпрограмма комплексное развитие сельских территорий Она помогла Анастасии и Владимиру Долгополовым попасть из мечты в реальность Большое семейство всего неделю назад заехало в светлые и уже свои апартаменты Мы мечтали, конечно, хотелось, чтобы обрести свое жилье Да, чтобы это был именно дом, а не квартира Потому что, ну, я как бы сама с Челнавершинского района Мы жили тоже, ну, как в деревне выросли И для нас, как бы это, ну, как мы привыкли жить так Чтобы не было у нас соседей, не было там какого-то шума Чтобы нас не залили там еще что-то там Чтобы вот таких вот неприятностей, как бы, не было с соседями Или что-то здесь все спокойно То есть свой участок, что хотим Там можно что-то вырастить Какой-то мини-сад или еще что-то Баня будет? Барбекю, баня, баня обязательно Сразу? Владимир пока временно без работы Анастасия терапевт в районной больнице Сейчас в декрете по уходу за малышом Раньше семья жила на семной квартире А теперь спешит вдохнуть уют и энергетику в свой справный дом Который построили всего за несколько месяцев Через 5 лет вы можете за 10% от стоимости, да? Да, выкупить жилье Выкупить жилье через 5 лет за 10% стоимости А если через 10 лет, то за 1% стоимости Как вам такие стоимости? Ну, вообще отлично Потому что теперь же уже мы как бы планируем здесь жить уже Это наверняка То есть мы здесь останемся, будем продолжать работать И поэтому можем и через 10 лет выкупить за совсем маленькую стоимость Потому что как бы нам сейчас у нас есть дом Нам теперь торопиться некуда Будем обживаться, работать, работа есть Как будут обустраивать дом, обсуждают на семейном совете Приехала мама Владимира Она на седьмом небе от счастья Что у первого внука раздолитые развития А второй сделает здесь свои первые шаги Вы представьте, конечно, это очень радостно, очень Дом свой, тем более Столько комнат, светло, вода, газ, туалет, ванна В общем, ну просто шикарно У детей свои комнаты А у них и те более радости нет предела Очень здорово, просто здорово Действительно, свой дом иметь Это большое счастье И самое главное в жизни, мне кажется, это дом свой Остальное все потом настроится, пристроится А дом это очень, шикарно просто Спасибо всем Я бы еще, кстати, хотела сказать Все-таки выразить благодарность Правительству нашему Дмитрию Игоревичу Азарову За то, что такая программа все-таки в область пришла Соседи Долгополовых Семья Евгении Мурзаковой Тоже устроила первое чаепитие по случаю новоселья Не хватает только супруга Он сейчас на вахте Евгения же хлопочет по дому Теперь можно забыть о съемной и тесной квартире Учительница начальных классов в Исафинской школе Также в этом году улыбнулась удача Месяц назад она получила ключи от своего просторного жилья По программе комплексное развитие сельских территорий Да, новая жизнь Но самое главное, дети счастливы То есть у них появился свой угол То есть есть место, где играть стало Потому что мы сначала снимали двушку Потом так получилось, что нам пришлось приехать в однушку То есть там места практически не было Когда начали только строить дом, мы тут были с самого начала То есть тут все рабочие нас знали То есть ламинат мы сами ложили То есть обои тоже сами выбирали То есть спасибо тем, кто дал право выбора То есть то, что тут есть, это все наш вкус получает На наш вкус сделано Для сыновей Евгения теперь большой простор для игр Мама с папой уже обставили свою комнату и гостиную Откуда открывается вид на местные красоты природы Мы не верили, что так быстро это все сделается Так быстро построится Что вообще реальность, что за три месяца можно построить вообще дом Это же нереально Я дома-то ремонт делаю дольше А здесь построили они дом Я благодарна всем, все огромные молодцы Каждая бригада была по-своему хороша То есть я безумно рада За детей я безумно рада Деткам здесь просторно и хорошо То есть все замечательно Всем огромное-огромное спасибо А это уже поселок Зеленовский, что в 15 километрах от райцентра Здешний фермер Алексей Давыдов идет проведать своих любимцев Вот это вот джерси айширка Это тоже джерси айширка У них мамы, они все с племкартами айширки были А вот потом сертифицированным семенем Осеменяли именно джерси тоже И вот и получились Особенно вот это на джерси получилось Такая красавица У нее интересный очень окрас Такие ушки прям светло-коричневые А сама темно-коричневая А шерстка у нее мягкая-мягкая, как игрушка плюшевая Не как у коровы А по нраву, по характеру она какая? Спокойная Алексей долгое время работал нефтяником Но потом разом изменил судьбу 15 лет назад с головой ушел в сельское хозяйство И затянул в него всю семью На подборе держат пяточков, бычков на откорме и молочных буренок Все эти животные идут на наше производство Мы занимаемся производством полуфабрикатов и мясных деликатесов Также у нас имеются коровы Но они сейчас в данный момент пасутся на лугах Есть крупный рогатый скот, это вот бычки Они тоже идут, какие на мясо, какие на производство Также есть телки Молочного направления, джерси Пару голов, галстинки Это вот будущие коровы Вау, у вас тут какой-то элитный пород Да, мы специально закупали коров И сертифицированные семьи Мы все меняли Сделали специально для производства Мы также производим сырники, вареники с творогом Все делаем с своего продукта То есть молочка тоже идет в производство? Да Свое дело Давыдов организовал на территории бывшего сельского клуба В самом здании раньше были лишь стены до крыши Фермер вдохнул в него вторую жизнь Теперь здесь его дом и цех по переработке Где созданы новые рабочие места Трудится здесь большой семейный подряд В цехе изготавливают большой ассортимент полуфабрикатов Ручная лепка всегда востребована, чем промышленные Я думаю и так, мое мнение И оно намного вкуснее, да ведь? Потому что мы делаем для себя Ну и выходит, что мы продаем, людей кормим Не каждый, потому что может сделать пельмени Надо купить мясо, замесить тесто А это просто уже готовое То есть вот этот весь фарш, это все ваше? Все наше, да Ну я-то ладно, я уже на пенсии Мне, как-то сказать, я пенсию получаю Но я просто помогаю сыну А девчонкам-то как-то тоже жить надо Вот они и работают тут Помогаем Алешке Давыдов давно мечтал не смешивать личное и рабочее И в этом ему помогла программа Комплексное развитие сельских территорий Вот моя деревня, вот мой дом родной Здесь же и работа, здесь же и живешь Да, здесь мы работаем, здесь и живем Ничего устраивает Ну конечно, хорошо то, что получили новый дом в этом году Это вообще отлично Мы рады вообще Я не знаю, как другие, но все рады За меня все рады И родители, и родственники Нам государство помогло Вот тот самый дом, где скоро Большая семья Давыдовых справит новоселье Сейчас здание сушится после финишной отделки Проходите, дети А давайте теперь же я вам покажу Где у каждого будет какая комната Это ваши девочки Видите, какая большая Ваня, это твоя комната будет Видишь, какая хорошая Светлая комната Самое главное, это у нас будет большой стол За которым мы больше времени проводим на комнате Вот Моя дочь любит готовить И сын пытается у нас будет большой гарнитур Стол Вот Самое главное будет Наш начальник вот здесь На нашей кухне Фермер вложил в строительство дома Всего 19% от его стоимости 1% муниципальной власти Остальное средство федерального и областного бюджета Самое главное, что в тяжелое время такое Все равно государство помогает Таким, как я Помогает работникам бюджетной организации Работникам детского сада Учителям, врачам Это радует Потому что наше государство не забывает Правда, таких как мы В этом году по этой программе В Исаклах построено 5 домов Их получили педагоги, врачи, воспитатели Все дома возведены на территории Комплексной жилищной застройки С уже подведенными инженерными сетями Автором этой программы был президент И поддержал наш губернатор Я хочу подчеркнуть, что Это была очень большая необходимость Почему? Потому что, к сожалению, идет большой отток Из сел, деревень В города Мы понимаем, что в городах может быть где-то условий лучше Но самое важное, что душа России лежит у нас здесь Стараемся больше участвовать Максимально и водопроводы И капитальный ремонт районного домов культуры Сельских домов культуры Это все включает в себе такой комплексный подход Именно развитие сельской территории Города не сами по себе развиваются А вот сел, деревни, которые являются Центром для стратегической отрасли сельского хозяйства Особое внимание уделяет И, конечно же, Владимир Владимирович Путин Развитие села входит в пул Главных приоритетов государства В этом году на реализацию программы Самарская область получила Более 1 миллиарда 700 миллионов рублей Это одна из самых больших сумм Федеральной поддержки Среди всех регионов страны А значит, впереди Еще больше жителей Обретут новые дома И увидят преображение глубинки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова